Я рада приветствовать вас сегодня. Наконец-то у нас есть возможность поговорить об истории театра, о том, как все получилось. И я провела аналитику, так как мне театр родной. Проверила, когда же было первое сообщение. 29 сентября 2016 года мы впервые встретились, тоже на волне того, что нужно было видео. И мы снимали первые рекламные ролики. Почти годовщина. Да, почти годовщина. Поэтому и говорю, 16 год, 7 лет назад, столько всего позади. Как начинался театр? Как пришла идея вообще создать такое потрясающее пространство? Вообще мы не собираемся открывать театр, честно говоря. Мы хотели открыть пространство действительно для семей, для детей и родителей. Творческое, где бы они могли совместно проводить время, заниматься чем-то очень приятным, развивающим, таким светлым. Мы искали варианты. То есть изначально мы не планировали прям открыть театр. И судьба, можно сказать так, нас подвела к этому действительно в августе 2016 года, когда мы поняли, что уже... Мы несколько месяцев искали помещение, да, мы искали помещение, где бы мы открыли наш вот этот центр семейный. И в августе 2016 года, когда мы поняли, что вот прям сейчас уже не было сил терпеть просто, так уже хотелось реализовать что-то. Мы поняли, что если вот прям сейчас мы ничего не сделаем, то как-то нужно будет опять год ждать, опять искать помещение. Вот. И вдруг откуда-то из пространства, да, на нас свалилась вот идея именно театрального такой вот проекта. Ну она не из пространства свалилась. Так-то на самом деле мы уже решили, что раз самим нам никак не создать, мы будем смотреть, может быть, что-то готовое. И потом уже под нас подстраивать. Мы стали смотреть то, что продается, как это называлось, купить бизнес, вот. И вот одно из того, то, что было выставлено на продажу, это было два помещения, детский театр Таврик и... Как в Петерлэде называлось это? Таврик-ленд. Таврик-ленд. Сложно забыть пространство. Да, при том, что когда мы... Во-первых, значит, торговый центр... Нет, торговый центр это вообще не наша история. Я даже не хотела их смотреть и знакомиться. Мы совершенно не хотели, но площадка небольшая на Фурштадтской, думаю, ладно, ну что-нибудь там придумаем. И тогда Лена туда съездила, посмотрела, там, правда, был подвал, нас тоже сразу спутило. Огромная клубничка. Хотя до этого мы искали, все время смотрели, чтобы у нас был правильный свет, высота потолка, ну как бы по всем санпинам подходила, а тут подвал. Ну как бы... Фурштадтской подвальчик, да, был. А в Петерлэде огромное светлое пространство, вот Таврик-ленд. Меня поразили тогда, действительно, зацепили вот эти вот огромные декорации, которые там были. То есть я почувствовала, что здесь можно размахнуться, можно что-то творить, можно что-то интересное делать. И мы решили тогда, что да, мы... Ну давай попробуем, говорим. Попробуем, да. Да, и так у нас получилось две площадки. Изначально первый год, вот скажу правду, первый год мы даже толком не могли определиться, кто мы, потому что мы были, это арт-пространство, вот пытались из того, что было от наших прежних хозяев, какие-то непонятные спектакли были, но мы очень благодарны, потому что они нас, в общем-то, на эту стезю, так сказать, и вывели. Вот эти праздники, сказали, мы сказали, праздников у нас не будет, мы вообще не любим, что это такое праздник, какое-то бумажное шоу, какие-то мыльные пузыри, вообще про что у нас будет стоять арфа, классическая музыка, и будем рисовать картины маслом, и вот всё вот это. Но жизнь, так сказать, немножко всё поставила на свои места. У нас не было времени вообще на то, чтобы одуматься, потому что у них уже были проданы праздники, и то есть у предыдущих владельцев Таврика, и когда мы вошли под этой маркой, так скажем, у нас уже были заказы, и нам срочно нужно было ориентироваться, как-то организовывать вот эти праздники. Из сотрудников у нас от предыдущих хозяев была одна актриса и один администратор, который работал до этого неделю, вот как-то вот так. И чайник, который течёт, всё на этом, да. Хороший Павлович остался. Весёлое было время, нет, но мы были всё равно, у нас было очень много энтузиазма, и даже были какие-то прямо сейчас думки, кем были смелые, вот честно, потому что вот в такое просто можно, первый раз народу идти не страшно, потому что ты ещё не знаешь, что там. Вот это было примерно про это, то есть мы как бы не знали, как это всё будет, поэтому пошли. Но родился очень красивый проект, и на самом деле пришла с вами очень большая команда, и команда была совершенно разных людей. Это были и режиссёры, и фотографы, и журналисты, и педагоги. Что мне очень понравилось, что это была не просто чисто творческая тусовка, а в тусовке были люди, которые готовы были всех организовать, привести в порядок, научить. А как-то люди подтягивались сами, то есть на самом-то деле действительно очень-очень-очень-очень быстро, много-много народа подтянулось как-то, видимо, вот на эту энергию пришли, и они приходят до сих пор. То есть у нас уже пройдя там какой-то восьмой год, можно понять, что у нас всё-таки довольно большая текучка кадров, но в этом есть какое-то своё, мне кажется, даже предназначение отчасти, потому что многие люди приходят и прикасаются с нами, что-то творят, что-то отдают нам, что-то берут своё и идут дальше, ну и мы уже не огорчаемся. Ну и со многими мы продолжаем сотрудничать. Мы стараемся со всеми как-то сотрудничать, потом кто-то опять приходит, уходит. То есть, в принципе, это не какое-то стабильное такое вот место, где ты вот один раз собрал коллектив, и он работает. Есть люди, которые работают с нами все эти, вот, прям у истоков стояли. Вот, а есть кто нет, ну, в общем, два разного. Например, это мы... Мы все здесь. Да, 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 да. Вот с истоков мы остались. Если что, мы доказываем. Есть 100% сохранение кадрового состава, да. Я помню просто сама, когда пришла, это было потрясающее впечатление, вот эти огромные окна, видно финский залив, и столько всего, всех идей. И моё первое впечатление было это то, что действительно классика пришла в детскую жизнь. Это было так необычно, что вы не боитесь пригласить оперников, пианистов, классиков на детскую аудиторию. А сейчас это осталось, вот эта маленькая крупица того, что даже сейчас есть опера для маленьких детей. Ну, просто если, да, просто если немножко отшагнуть ещё назад, даже раньше, до этого детского центра, который мы хотели открыть, мы же концерты уже раньше делали, да? Да, мы же до этого. То есть, вообще, первое, что пришло в голову, это делать детские концерты для детей. Не детские, концерты классической музыки, потому что вдруг нам показалось, что это очень здорово, и хочется показать детям, что классика – это не скучно, что это очень полезно, и что это интересно. И вот хотелось совместить вот это вот, чтобы дети всё-таки остались в пространстве музыки, послушали эту музыку, но не умерли со скуки, не убежали, не захотели больше никогда туда идти. Поэтому мы делали несколько концертов. Просто мы снимали… Дом архитектора, залы в доме. Да, и приглашали оперных музыкантов, певцов, и писали программу какую-то там, то есть совмещали, чтобы дети там загадки загадывали, загадывали, какие-то костюмированные. То есть это у нас было такое прям, можно сказать, хобби, потому что мы, мне кажется, даже билеты не продавали. На первые, да? На первые концерты нет. Вот, просто было нам очень интересно и очень хотелось это делать. И на самом-то деле вот это вот состояние, когда очень интересно и очень хочется делать, оно осталось, и мы, в общем-то, идём за ним. Стараемся подстраивать потом какие-то финансовые составляющие, но всё-таки главное определяющее – это вот то, что желание что-то делать, познавать что-то новое, а как это сделать? Потому что, когда мы оказались в Петерленде, мы сначала даже не понимали, как вообще люди, где берут декорации. То есть обычно люди открывают театр, когда они каким-то образом хотя бы к театральной деятельности, так сказать, принадлежат. У нас же не было никаких соприкосновений, ну и поэтому это было, конечно, очень смело. Зато спустя в 8 лет вы учитесь. Да, да. И мы даже думали, а как нам костюмы шить, как нам декорации заказываются, как реквизиты, где это вообще люди берут, как это всё делать, кто будет там ставить. Но постепенно разобрались. Был какой-то момент, когда вы вспомнили, и такие, кто же у нас был в гостях за всё это время? Да, конечно, мы периодически вспоминаем всех. И, ну, повторюсь, действительно, нет такого, что люди ушли, да, какие-то значимые, и совершенно пропали из поля видимости. Всё равно мы как-то в течение нашей творческой жизни соприкасаемся, смотрим, наблюдаем за новыми проектами, новыми постановками, которые ставят режиссёры других театров, да, которые были у нас. То есть этот список растёт, и это здорово. Нас становится всё больше, кто знает про наш театр, про Кота Вильяма, и это здорово. Но я скорее про гостей, которые приходили в гости выступать. Выступали в Звёздномариинского театра. Всегда есть какая-то возможность на площадке театра познакомиться с известными писателями. Ну да, это у нас традиция осталась. Ходят гости, которые, не являясь сотрудниками, да, привносят свой вклад в развитие этого театра. Кто вот такой значимый для вас и для вас был за историю театра? Может, какое-то имя, которое такое в душе отзывается? Я не знаю, я почему-то сейчас вспомнила историю про Антона Ломаева. Я тоже. Но тогда, как бы, чтобы рассказать про неё, надо немножко сказать про проект «Читаем детям». Он родился... И даже раньше. А, раньше, да. Да, про Антону Ломаева действительно у нас пришла. Да, я помню, что я в какой-то момент тоже... Я по образованию инженер электронной техники, но где-то там после 30-ти у меня как-то творческий потенциал начал раскрываться. Я стала рисовать, учиться, много чего. И я помню, пошла, наверное, это был магазин «Полиандрия», может быть. Я не знаю, какой-то магазин детской книжки. И купила детские книжки, хотя уже у меня Веня была довольно взрослая. То есть просто мне понравились очень красивые иллюстрации. Ну, как-то понравились детские книжки. Я пришла и стала их рассматривать. Я думаю, боже мой, как ещё лень. Я говорю, Лена, ты посмотри, вообще какие-то невероятные... Почему-то раньше мне такие детские книжки не попадались. А тут я думаю, боже мой, это же невероятная... Невероятная книжка, как так можно нарисовать. Думаю, кто же это нарисовал? И смотрю, Антон ломает. Я прямо действительно настолько заинтересовалась. Думаю, ну надо же, есть же такие люди. Как это вообще возможно? Просто я сама начала учиться рисовать. Я поняла, насколько это там талантливо. И вот прям прочитала даже про него. Думаю, да, ещё в Петербурге живёт. Ну надо же, вот какие люди. Потом, когда мы открыли проект «Читаем детям», когда мы его открыли, кстати? В 17-м. Официально мы запустились в 17-м году в новом формате. А первое видео было снято раньше. А, летом, до 16-го. Да, до открытия мы снимали в летнем саду. Да, ну в общем, такой он как бы в нормальном формате появился, наверное, весной, да? Весной, 21-й апреля 17-го года. И мы стали приглашать разных каких-то людей, которые могут почитать книги. И тогда я вспомнила про Антона Ломаева. Думаю, боже мой, можно же его позвать. И помню, тогда, по-моему, в фейсбуке его нашла. И тебе сказала, Лиза, пожалуйста, напиши. И вот почему-то он, ну как бы вот эта ниточка от первой книжки, которую я увидела до того, что он теперь друг нашего театра. Вот это вот, да. Александр Блинов тоже пришёл из социальных сетей. Да. Точно так же я нашла в социальных сетях его. Написала ему первое сообщение, расспросила разрешение. А теперь кроме сцене. А, ты написала ему просто, чтобы попросить? Да, я просто написала, приезжайте в гости, познакомимся. Он приехал, подарил мне крота. И я подарила дальше крота. И сказала, Лена, Лена, смотрите, какая я. А потом он же, помнишь, пришёл тогда на какой-то у нас был... Он пришёл, сидел, ждал, когда мы освободимся. Мы познакомились, пили чай. Да, фотографии есть. В Северленде, да, и тоже подарил книгу. Если бы мы знали, что эта история приведёт нас к золотой маске, мы бы, наверное, не поверили. Да, да, это правда. Шикарный спектакль совершенно. Вообще моя любовь, это невероятно, что в детском театре может быть и госпел, и такая история, и глубина познания себя и мира через крота, который живёт под землёй. Но это просто шикарно. И стоит теперь уже поговорить о том, шикарно, благодаря кому получается. Есть команда театра, есть те люди, которые создают спектакли, и хотелось бы узнать о них побольше. Ну, всегда каждый спектакль, это действительно команда театра, пространство театра. Все люди, которые соприкасаются, это создание каждого спектакля, это очень многогранный, сложный процесс. Ну, это все мы. Я не знаю, что ответить на этот вопрос, кто это. У нас, получается, в театре маленькая команда, на самом деле, и можно просто рассказать, что есть буквально один постежёр, один костюмер, небольшая режиссёрская группа и небольшая актёрская группа. Актёры меняются со временем, да. Но это невозможно делать всё с одними людьми на одном материале. При этом у театра есть огромное развитие, потому что начинали мы с того, что рукавички для лисички я никогда не забуду. Первый спектакль, одна актриса, и всё, в общем-то. А сейчас это очень сложные постановки, свет, звук, всё, и золотая маска, и золотой софит. Не просто так. Как подбираете вы тех людей, с которыми вам хочется работать? Как они находятся, они приходят через друзей? Как зайти в театр Коттвильям и стать его командой? Написать Ленин. Подбираем людей мы интуитивнее. И приходят они. Приходят. Нет такого. Ну, конечно, мы сейчас стали давать объявления, когда нам нужен какие-то новые звукоцвета режиссёр. Потому что вот это вот у нас пока ещё тема не до конца проработана с техническими сотрудниками. Вот. Даём, конечно, объявления, приходят по объявлению. Но чаще как-то, правда, люди, как они находятся? История такая. У нас возникает идея, что нужно для театра. То есть у нас сейчас даже такое ощущение, что театр – это такая некая отдельная от нас какая-то субстанция, которая знает, что ей нужно. И сама подбирает. И говорит о том, куда, в каком направлении двигаться. И вот, когда мы понимаем, что нам нужно для театра, для его развития, что мы хотим, в каком направлении двигаться, тогда приходят люди. Они появляются, звонят, пишут. Мы знакомимся. И либо работаем, либо не работаем дальше. То есть таким образом. В итоге выбирает театр сердцем. Да. За все время какие самые любимые спектакли были у вас и у вас, которые действительно в самое сердечко? Мой любимый спектакль – это «Камушки». Наверное, это ваш спектакль. Да, но спектакль уже столько лет. Я не знаю, как у зрителей, но у меня каждый раз, когда я слышу финальную песню, когда я вижу, как художник говорит главные слова спектакля о том, что мы каждый для себя выбираем, в какие цвета раскрашиваем свою жизнь, у меня каждый раз мурашки до сих пор. Поэтому это мой любимый спектакль. И я надеюсь, что это не только мой, но и зрителей. А у вас, Анна? Ну, по сути, пока не поставила спектакль, у меня самого любимого, наверное, нет. Ну, из последних спектаклей мне очень понравился «Шекспир». Вот, правда, я прям восхищена этим спектаклем. Мне кажется, он идеальный, честно. Ну, а так, конечно, и детский. Ну, многие. У меня есть, ну, как бы, то, что нам совсем не нравится, мы не ставим. Было несколько раз, когда у нас поставлен спектакль. Потрачено кучу денег, мы смотрим и понимаем, что нет, он не подходит, мы его снимаем. Ну, вот как-то так. Поэтому, ну, есть какие-то... То есть, во всяком случае, все, что идет, все нам нравится в той или иной степени. Поэтому... Я просто хотела как раз сказать об этом, что и в камушках этой истории есть про то, что мы выбираем, в какие цвета раскрасить этот мир. И театр, его миссия, она очень созвучна с этим, потому что вы помогаете раскрасить мир в счастливые краски. И есть очень жесткий ценз, каждое продумывается мероприятие, отношение к детям, которые приходят в театр. Мало какой театр может позволить себе сделать ребенка в центре стола. То есть, как приходящий ребенок, он становится настоящим гостем, актеры к нему открыты, этого ребенка нигде никогда не зашорят и ничего ему грубого не скажут. Мы знаем, что в государственных театрах часто... Милитерша — это главный человек в театре, который говорит, где твое место. Да, и миссия театра, какова она сейчас, как она звучит и как она раскрывается в театре? Да, миссия наша, хочу сказать, что миссия сформировалась не сразу. Мы примерно понимали, о чем мы хотим сказать, что мы хотим нести, но именно в словах кратко выразить это получалось не сразу. Но сейчас это получилось, и сейчас наша миссия звучит так. Мы работаем для того, чтобы на планете становилось больше радостных и счастливых людей. Театр, я знаю, что миссия перевоплощается немножко с каждым временем, не только счастливых, но мы говорили о том, что это люди с насмотренностью, не только театральной, но и того, как красиво создан театр, да? Красота приходит еще в нашу жизнь вместе с театром. Да, про красоту буквально недавно мы что-то стали думать, что сейчас в тренде становится красота вообще вот как-то по повеянию времени. И это очень здорово, потому что, мне кажется, что мы ее адепты уже давно. Потому что каждый раз, когда, начиная, берем какую-то площадку, какую-то, какой-то из трех, вот, и мы всегда там старались делать красиво. Нам помогали профессионалы, мы всегда звали профессиональных дизайнеров, чтобы создать вот это вот красивое место, чтобы люди получали эстетическое удовольствие уже от входа, не только на спектаклях, а вот прямо находясь у нас в пространстве. И у нас это было тоже внутреннее какое-то желание, но мне кажется, сейчас оно даже, может быть, как-то будет больше еще проявляться в чем-то. Да, это очень важно, потому что приходят с детьми, и время ожидания спектакля, это тоже, мы считаем, уже время, когда ты находишься в театре, оно тоже очень важно. Не только то, что ты увидишь на сцене, но то, как люди заходят в театр, как они проводят время в ожидании спектакля, как они выходят, что их окружает. Вот у нас есть в фойе небольшая библиотека для детей, дети могут прессовать, посмотреть, у нас красиво расписаны стены, то есть... Меба художникам. Художникам, да. Специально заказывали мебель, то есть, ну, мы стараемся все детали всегда продумывать, учитывать, чтобы это было удобно, комфортно, потому что все-таки поход в театр, особенно с детьми, это довольно психотерапевтическое такое, можно сказать, занятие для родителей, это точно. И это не так просто, это немножко даже стресс в чем-то, и поэтому мы стараемся, чтобы это максимально прошло гладко, чтобы люди получили удовольствие и наслаждение, и как-то внутри себя тоже что-то у них произошло, что-то раскрыло сердце. Да, чтобы это был для них тоже праздник, потому что мы считаем, что театр в основном создан для того, чтобы выйти из рутины, скажем так, ты попадаешь в необычные условия, какое-то необычное пространство, сценический свет, музыка, актеры, фойе, это все в обычной жизни, к сожалению, у большинства нас, ну, это особые условия, да, в которые хочется приходить для того, чтобы жизнь становилась лучше. Как удается выдерживать гармонию, что в театре действительно есть, между тем, чтобы продать билет, и чтобы не дать родителю привезти ребенка на тот спектакль, к которому он еще не готов? Потому что что администраторы, что сотрудники театра, они никогда не занимаются тем, чтобы исключительно втюхать тебе билет. Они всегда скажут, ваш ребенок еще маленький, ему может быть страшно. Как тут удалось выдержать? Нет, но мы понимаем, что у каждого возраста есть свои особенности. Полутора клетка испугается темного помещения, а для взрослого человека страшно будет совершенно другой. Есть вот эта грань комфорта, которую театр выдерживает, не стараясь продать то, что еще тебе не нужно, к чему ты не готов. Как вам удалось создать это гармоничное состояние? Мы просто понимаем, что если мы продадим сейчас этот билет, человеку не понравится, он больше не придет. Здравый смысл должен присутствовать всегда. С одной стороны, здравый смысл, то есть какой-то баланс между здравым смыслом, полетом каким-то и заземлением. Потому что всегда очень легко куда-то улететь, какие-то фантазии. И вообще, это правда, потому что творческое, все творческое, все вот это вот. Но с другой стороны, все равно мы как бы живем на земле, у нас физический мир, физические тела, и поэтому нужно обязательно помнить о том, что... Ну и потом хочу еще добавить, что в театре много разнообразных спектаклей и для разного возраста. И возможно подобрать спектакль, который подходит именно этому ребенку, именно этому зрителю. Допустим, это ребенок, который пришел в 6 лет, но он еще ни разу не был в театре. Он может немножечко испугаться темноты. То есть, либо, вот как у меня говорят сотрудники, ну дети 4 года, они уже все видели. Бывает, что дети в 4 года уже все видели. И им нужно подобрать что-то другое, чем для того, кто еще ничего не видел. За счет того, что большое разнообразие мероприятий, не обязательно это спектакли, может быть, это театрализованные программы, может быть, это вообще шоу-программы. Таким образом, выбирая из нашего многообразия, можно максимально точно подобрать мероприятие. Вы уже сказали о том, что не планировали делать праздники в театре. Тем не менее, я единственный, наверное, человек, который может похвастаться тем, что моя дочь отмечает день рождения только у вас. За всю свою жизнь. За 100% времени. Праздники есть. Праздники совершенно шикарные. Здесь реклама совершенно уместна. Это личный опыт, потому что мы приходим как к себе домой и получаем от этого невероятное удовольствие. Это просто очень красиво. Как родились праздники? Как вы перебороли это желание их не делать? Праздники были, да, действительно. Были праздники изначально, да, и мы вот так вот, скрипя сердце, их проводили. Но потом постепенно как-то какой-то переломный момент был, когда мы стали... Вот костюмы, что... Мы просто работали над качеством. Да, мы стали работать над... То есть мы понимаем, что праздники праздником рознь бывает. То есть если это все-таки хорошего качества, если это красивые костюмы, если это профессиональные актеры, то можно это тоже сделать прям... Есть же иммерсивные спектакли, они очень популярны, почему нет? Почему из праздников, из интерактивных шоу не сделать иммерсивные спектакли? Вот как-то мы движемся в эту сторону. Нам вот так, во всяком случае, кажется и так хочется. То есть мы, правда, одно время очень много уделяли костюмам, прям много и сами шили, и заказывали, и покупали просто, и продумывали, реквизит разный привозили. Я его из Франции привозила для Гарри Поттера. То есть очень, очень... Как сказать? Очень ответственно к этому подходили, ставили звук в свет, прямо на это... Это сложно, на самом-то деле, сломать вот эту вот, ну, какую-то систему, когда все это, ну, и так вроде нормально, но делать... Все время над качеством работали, поэтому, мне кажется, они... Писали программы специальные, заказывали у режиссеров праздников, сценарии, очень много... У тебя даже есть своя безумно трогательная песня именинника. Да, это просто своя, не просто хэппи-безды, а настоящая своя песня. Всякие детальки, которые... Ну, вот, там, написали гимн у нас есть тоже, заказали гимн театра, песни именинника, то есть какие-то такие... Ну, просто нам, опять же, нам это все очень хотелось, и мы шли за своим желанием. Детские праздники стали и частью общей программы театра. Сейчас можно прийти, не просто заказав день рождения своего ребенка, а попасть как зритель и попробовать, что такое праздник в театре Кот Вильям. Можно прийти, например, на шоу Мыльных Пузырей или на Дина Лэнд или на квест Гарри Поттер. То есть дни рождения вышли в общую программу театра. Наверное, потому что они и есть спектакли небольшие. Да, это театрализованные квесты, на которые можно прийти, посмотреть любой зритель, может купить билет. В какой-то момент мы поняли, что нам жалко тех детей, у которых день рождения, но они его у нас не отмечают по какой-то причине. И мы решили... Пока еще не отмечали. Пока еще не отмечали, да. И мы решили, что мы им тоже хотим показать наши прекрасные программы театрализованные и выпустили их в афишу. Поэтому можно купить билеты, прийти, посмотреть. Пользуются популярностью эти программы. Да. Самый большой плюс, что тогда взрослым не нужно покупать билеты, только детям. Что сделать, сказать, что праздники все-таки все равно это такое живое развитие всегда. То есть невозможно, вот мы купили костюмы, создали программы, и дальше оно идёт. То есть все равно постоянно что-то привносим. Какие-то идеи нам приходят, что-то мы прошлое вспоминаем, что уже делали когда-то, реанимируем, как что-то новое делаем. То есть это такой бесконечный процесс. Новое что будет в ближайшее время из праздничных программ. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать классное световое шоу. Кусочек этого шоу могли увидеть уже зрители, которые приходили к нам на праздник в честь открытия восьмого сезона. Сейчас ещё идёт работа над ним. Так же, как мы долго работали над созданием шоу мыльных пузырей, почему-то было много препятствий, но мы шли вперёд, настаивали на своём. И сейчас действительно можем сказать, что шоу мыльных пузырей очень красивое, театрализованное. Нам за него, то есть мы им прям гордимся. И сейчас мы хотим создать такое же классное шоу световое. Ещё у нас тоже новости. Мы ещё сняли одно маленькое помещение. Буквально несколько дней назад. Просто ещё до того, как у нас вообще появилось большое первое помещение, у нас мы снимали маленькое помещение на проспекте Энгельса, которая у нас была такая арт-мастерская, я бы сказала. У нас там было много всяких творческих дел, много, что у нас там было. Там потом был у нас проект «Читаем детям» площадка. И когда-то мы от неё отказались в девятнадцатом году. Не от проекта, а от площадочки маленькой. Но вот это вот желание творить. И действительно, вот Лена у нас арт-терапевт ещё. и поэтому надеемся, что у нас сейчас будет что-то интересное там. Да, очень хочется, чтобы у нас было ещё отдельное пространство, которое мы сейчас условно называем творческая мастерская. Куда бы могли приходить также дети с родителями, рисовать, создавать какие-то арт-объекты, развиваться в творческом плане, потому что это всегда очень полезно. Если вы увлекаетесь нейропсихологией, то нейропсихологи говорят о том, что творчество, оно как нельзя лучше развивает мозг у ребёнка и у взрослого. И это всем очень полезно. Я, кстати, хотела сказать, вы начали перечислять площадки, что у театра потрясающая география за всё это время. Всё начиналось с площадки на Фурштадской и на Приморском проспекте. Потом появился Миллер, стало три площадки. И в тяжёлые годы, когда все вообще чуть ли не закрывались и уходили, вы всё равно остались. Миллер остался. Он выставил в совершенно пустом торговом центре. На самом деле, вот хочу тоже сказать на тему золотой маски немножко ещё, что пандемия, были очень тяжёлые времена, правда, тогда же вообще ничего не работало, потом в какой-то момент можно было работать, но нельзя было именно в торговом центре ничего делать, и театр у нас не работал, а сотрудники у нас были, мы платили там зарплаты, пусть какие-то минимальные, но это было реально очень-очень сложно. Ну и психологически для всех было. Поддерживали, как могли, пытались что-то придумывать, что-то онлайн, ну прям было тяжело. и даже в какой-то момент правда были такие мысли, что наверное нам придётся закрыться. Непонятно, то есть это совершенно такое неопределённое время было, и думали, что может быть закрыться, и вот тогда нас вдруг номинировали на золотую маску, и подумали, что о, но это всё-таки наверное знак от пространства, что нам надо ещё поработать. Вот для меня, честно сказать, золотая маска была вот этим вот, так сказать, знаком, знаком свыше, что поработайте ещё. Ещё нельзя уходить. Ещё, да, ну вот работают. Ну и новый виток развития произошёл после пандемии, когда все смогли снова приходить в театр. Сейчас ты приходишь в полный зал, всегда зрители, это безумно приятно находиться в таком пространстве, и новогодние программы шикарные, ждут каждый год детей, когда они приходят. Это прекрасно вообще, что театр в каждый сезон находит свой подход к зрителю. Здорово после лета приехать познакомиться с гусеницей, а перед Новым годом с маленьким Дедом Морозом у театра есть своя жизнь цикла года, да, это тоже восхитительно. И есть социальные проекты, мы уже несколько раз говорили о том, что есть канал сказок читаем детям, которым я имею непосредственное отношение. И, в общем-то, все, кто сейчас находится с нами, можем даже перечислить, это оператор Артём Рванцев, который находится за камерой, и наш гример бессменный, Елена Морозова, которая отработала с нами все годы съемок. Канал родился раньше, чем театр. Первая съемка была в летнем саду, идея была в летнем саду, и потом мы это рассказывали уже, но я хотела бы, чтобы мы повторили, как это все рождалось, потому что до сих пор хороню тот рисунок, где Артём нарисовал расстановку кресел, А Ира Килина и Денис Коршунов создали студию настоящую для нас, в которой побывало несметное количество людей. Народные артисты России, у нас был Николай Буров, у нас был Борис Смолкин, Сергей Мегицко, потрясающая плеяда восхитительных артистов, которые пришли, узнали про театр и захотели стать частью проекта, который вы реализовывали. Это же такая ответственность, что столько людей знают про вас, знают про ваш вот этот прекрасный проект. Я надеюсь, что мы сейчас, у нас сколько перерыв получается был? Когда последние съемки нас были? А так сложилось, что перерыв мы сделали на мой декрет на три года. А, да? Ну, просто из-за того, что мы наснимали очень-очень много роликов, у нас был большой запас. Последние съемки были, да, буквально вот-вот-вот родилась моя дочь, и это было потрясающе, все приходили, и все вот... Это просто мне важно сказать, что за три года мы стали семьей, все кусочки проекта «Читаем детям», и все артисты, которые приходили, они до сих пор пишут, спрашивают, как у вас дела, все ли хорошо, будут ли еще съемки, а мы вот помним, как чаечек пили, как приносили арбузы, как вот мы жили этим домом на Энгельсе, и это было восхитительно, и невероятно, что и тепло этого проекта, оно приходит в дом каждому зрителю, ведь там были игрушки из ваших домов, там были гирлянды из наших домов, там все было родное, и продолжится, конечно, этот проект, мы надеемся на это. Мы надеемся, как только сейчас закончатся все ролики, ну, уже сдука осталась, как только закончим, сразу же будем дальше снимать. потому что люди пишут, действительно, и хотят еще сниматься, мы говорим, ждите, ждите, все будет, но немножечко нужно подождать. Каким мы будем делать, читаем детям чуть позже? Мы, наверное, все-таки добавим больше новой детской литературы, мы добавим те проекты с писателями, которые приходят в театр. Да, на самом деле, вот это хорошая у нас история, что к нам дружим мы с писателями, современными детскими, которые там буквально раз в месяц, наверное, раз в месяц, да, приходят в наш книжный домик, мы так назвали этот проект, и раз в месяц приглашаем. Совершенно бесплатные мероприятия, можно приходить, писатели очень очаровательные все. Да, откликаются на наши приглашения, приходят, это всегда очень теплые встречи, и как мама хочу сказать, что когда у ребенка есть вот это личное соприкосновение с писателем, это уже совершенно другая жизнь. Это не какая-то неизвестная тетя-сказочница или какой-то неизвестный, неизвестно, где живущий, далекий, умный человек написал, а вот, вот эта прекрасная девушка, прекрасная женщина или прекрасный мужчина, с которым я недавно играл и слушал сказки или рассказы в театре, этот человек написал эту книгу. Для детей это запоминается на всю жизнь, и это другое совершенно отношение. Ну и непередаваемые встречи, когда Антон Ломаев показывает зарисовки, и это пускает по полу картины, и дети маленькие, их из рук в руки передают, трогают. до того, как книга вышла, это, конечно, невероятный опыт, знакомство с книгой на ее самом зачатке. Вот она только нарисовалась, а мы ее увидели в театре и услышали целиком, и это очень, конечно, классный проект. Классный проект есть и еще один в театре, когда дети могут показать себя на сцене, и это конкурс чтецов. А когда он первый раз? Вы не помните, когда вы первый раз провели? Мне кажется, это был 2018 год. Наверное, да. Ну, стараемся раз в год проводить, там тоже был перерыв на пандемию, вот, и в прошлом году мы восстановили, первый раз провели, сейчас в ноябре опять будем проводить. Сколько детей уже примерно приняло участие? И помню, что приезжали даже из других городов, вот я помню. Да, из Ростова у нас были гости, я помню, что приезжали на конкурс. Я считала, так как я веду этот конкурс, я считала, что больше 350 детей я послушала. Это из тех, кто дошел до очного этапа, пришел и выступил. Тоже у нас главная идея этого конкурса, чтобы это был не конкурсом, а праздником, потому что это всегда очень волнительно, для детей они готовятся, и опять же, это стресс, и чтобы этот стресс был не совсем, тяжелым. Мы стараемся всегда, чтобы это был праздник, чтобы это было весело, чтобы были актеры, артисты, которые их поддерживают. Для того, чтобы ребенку не отбить желание дальше поступать и учить стихи, а наоборот, чтобы ему хотелось еще. И для родителей это большой стресс, и некоторые не выдерживают, и я их прекрасно понимаю. Выступление на публику это очень хорошее, продвигающее, так сказать, качество и опыт. Он, правда, всем нужен, он в будущем очень сильно может облегчить жизнь, и вообще человек может по-другому раскрыться, и судьба у него может сложиться по-другому, потому что он будет более уверенный, и скажет, когда надо, не замолчит, потому что испугается. Вот поэтому я считаю, что это тоже созвучно нашей миссии, хотя он вроде, казалось бы, немножко разрез идет в чем-то, но в целом... Не страшно отдавать театр на откуп детям, чтобы они заняли сцену, чтобы они из зрительного зала переместились на сцену? Конечно, страшновато. Мы работаем со страхами, но много страхов может быть. Недавно мы вспоминали наши личные первые походы в театр, буквально вчера. Хотим сказать, что они были не в год и не в два, как сейчас к нам приходят зрители. Мы говорим от 8 месяцев. Как это в 8 месяцев прийти в театр? Что за ерунда? Вот, мы ходили со школы только начиная. Я первый свой поход помню только в капеллу с мамой. Наверное, мне было лет 10. Может быть, конечно, театр был и до этого, но хочу сказать о том, что раньше возраст, с которого начинали знакомить с театром, был гораздо выше. И театр раньше был другой. И театр был другой. Ты сидишь в большом зале, а где-то там на сцене что-то происходит, кто-то поет, вроде красиво, но рядом едят шоколадку, и она переключает все свое внимание на себя. Все твое внимание. Вот. А сейчас это совершенно другая история. У нас камерный зал. Действительно, спектакли, на которые можно приходить, действительно, начиная с одного годика, потому что они таким образом поставлены. Это совершенно по-другому выстроенный сценарий, по-другому выстроенная работа актеров. Мы проверяем это на своих детях, которых приводим на репетиции, и моменты, которые не складываются или где-то мы не продумали, мы их просто убираем и оставляем только те моменты, которые будут хороши уже для малышей, которые придут как зрители. Вот об этом, кстати, хочется сказать, что в театре есть схема, отработанная на каждом спектакле, когда он проигрывается сначала долго-долго на аудиторию только внутри театра, потом есть внутри художественный отсмотр. И в театре, я, кстати, не знаю других театров, где бы так было, есть группа экспертов трех лет. Даже младше. От одного. Мы начали в экспертный совет входить в год. Вот от одного года и где-то там до 12-13 лет детей, которые приходят на спектакль, отсматривают, и по ним видно, что нужно поправить. И это правится. То есть театр реально подстраивается под зрителя и под маленького зрителя. И это прекрасно, на мой взгляд, потому что вот этот контакт, этот экспертный совет, это какой-то очень экстраординарный орган театральный, его надо патентовать вообще. Детский экспертный совет. Есть и обучающие курсы, ведь я еще и про это хотела спросить. Есть в театре театральная студия для деток, когда театр по-настоящему меняется ролями, и дети становятся главными героями, а актеры становятся педагогами этих главных героев. Сейчас у нас даже две театральные студии, два вида театральной студии. Студия, где работают педагоги по трем направлениям, вокал, хореография и актерское мастерство. И вторая театральная студия, где работает один педагог. Мы назвали это направление «Театральная лаборатория», потому что дети совместно с педагогом, это актрисы нашего театра, они создают, изучают, пробуют, изготавливают, пробуют на вкус. То есть все околотеатральные дисциплины они смотрят, как работать с куклой, как изготавливать реквизит, как придумывать декорации, то есть писать сценарии. Это такая уже работа лабораторная, скажем так. И они уже тоже выпускают свой небольшой спектакль в конце сезона. А первая театральная студия, которая у нас уже не первый год работает, она действительно в трех направлениях представлена. Вокал, хореография и актерское мастерство, где актерское мастерство лидирующее, а два других направления, они такие вспомогательные, скажем так. И у этой студии есть финальные показы, и в прошлом году был поставлен спектакль по книге, прям по-настоящей. Да, у них два показа в год, в декабре и в мае. Мы стараемся брать действительно произведения тех же наших любимых современных писателей, может быть, даже приглашать этих писателей на показы. То есть это всегда создает особую атмосферу и особую значимость. Но все-таки мы хотим сказать, и мы тоже поддерживаемся этого направления, что финальные показы – это не самое главное в этой театральной студии, потому что очень важен процесс. Потому что каждый день, приходя на каждое занятие, ребенок немножко на ступенечку поднимается в чем-то, в раскрытии себя, в каком-то понимании себя, еще в чем-то. И поэтому нельзя сказать, что вот он проходил, а потом в конце вышел, постоял, что-то сказал, два слова, и вот результат его полугодового похода в театральную студию. Вот немножко тут надо сместить ориентиры, потому что финальный показ – Важны те знания, которые дети получают. Да, но важно даже не столько знания, а какой-то просто жизненный опыт, который они проживают в необычной обстановке, не так, как это было. Театр не страшится и делать летние программы для детей театральные. И были театральные летние студии, аж летние каникулы. Как эта идея появилась? От безысходности. Обычно такие идеи появляются, нет куда деть своих детей. Нет, потому что площадка у нас есть, в аренду нам платить не надо, сотрудники работают, а все-таки сезон формально закрыт. Поэтому мы стараемся и летом тоже что-то придумывать. И при этом театральная студия, она вот состоялась, я знаю, отзывы позитивные у детей. Да, конечно. Да, и от безысходности тоже может родиться хороший проект. Ну, это я шучу, конечно, безысходность. Я еще хотела немножко сказать про… Тоже Лена начала уже по поводу своих детских походов в театр. И вот я хочу сказать, что мой опыт посещения детских кукольных театров он довольно печальный. И то есть я поняла, какой кукольный театр не должен быть. Потому что нас, я помню, наверное, во втором или в первом, наверное, в третьем. Второй, третий класс у нас были абонементы в школе, в театр кукол. И нас раз в месяц водили на эти мероприятия. Это было наискучнейшее мероприятие. Вот эти большие кукли, марионетки в темноте, далеко-далеко на сцене, ничего не понятно, ужасно скучно. И у меня вот реально очень многие годы вот такое было отношение к кукольному театру. Я думала, ну, всё, что угодно, только не кукольный театр. Вырасту и сделаю по-другому. Вот, и получилось, что, да, что у нас кукольный театр совершенно другой. То есть есть от чего отталкиваться. Мы знаем, как мы не хотим, чтобы было вот так, как было в детстве. Опять же, это не из-за того, что кукольный театр, может быть, был плохой. Это вот у меня такое было детское, субъективное. Любой поход в театр очень субъективен, как и вся жизнь. Вот. Это было моё какое-то субъективное впечатление. И мы сейчас хотим сделать, ну, другое. То есть я считаю, что у нас театры как минимум не скучны. Но важно сказать, что театр Котт-Виллим — это не только кукольные спектакли, это и музыкальные спектакли, и игровые спектакли. Это огромный выбор, и мало кто из актёров не побоится выступать перед такими юными зрителями, потому что зрители совсем, да. у нас ни одной нет до сих пор. А детские впечатления всё-таки сохранились. Вот таких больших, когда эти большие куклы-марионетки у нас нет. Не знаю, может, что-то поменяется. Мы же все проходим эволюционное развитие, и моё тоже в том числе. Я раньше праздники не любила, ни рождения свои не любила, а теперь полюбила. Благодаря театру. Может быть, в будущем в планах у вас будут куклы-марионетки? Всё, всё может быть. А что сейчас планируется в театре в ближайшее время, и что мы увидим, какие новости мы узнаем о театре? Ну, у нас сейчас будет две премьеры. Одна была летом уже от гусеницы. Да, спектакль «Большое путешествие и маленькая гусеница» вышел у нас летом. Для малышей. Для малышей. А сейчас, 23 сентября, у нас будет премьера по книге Анна Старобинец «Зверский детектив». И также готовится ещё одна постановка по книге Ульфа Старка. Будет премьера в ноябре. Это уже для детей постарше. Ну и книги постарше Ульфа Старка, конечно. Конечно, да. Главный вопрос, который можно задать тому человеку, который читал «Зверский детектив». Как изменится буфет театра в премьеру этого прекрасного спектакля? Где будут наливать мухито? Мухито обязательно будет. Без этого не может быть зверского детектива. Мы когда снимали наше новое помещение пару дней назад, и арендодатель спросил, «А, кстати, что у вас здесь будет?» «А, я всё-таки спросили?» «Да». И мы начали смеяться и говорить, «Так мы же тут открываем бар! Бар-барсук! Будем наливать мухито!» И арендодатель сказал, «Почему именно барсук?» «Не переживайте, мы просто сейчас спектакль выпускаем, всё хорошо». Он говорит, «Нет, фамилия у меня – Барсуков». Так что... 23 сентября мы ждём премьеру спектакля от театра. И вы. И 12 ноября мы ждём конкурс. Вновь, который состоится уже неизменно. Тема конкурса в этом году мы решили сделать. Петербург. Наш любимый, уважаемый, почитаемый. И ждём всех. И я думаю, что раз уж мы всё равно решили об этом поговорить, стоит сказать, что мы в рамках конкурса «Радость детства» ждём новые стихотворения о Санкт-Петербурге, молодых авторов. Мне очень нравится, что конкурс из года в год даже мне раскрывает какие-то новые политические формы, потому что дети приносят новые материалы. Это безумно интересно. И чем ярче и лучше вы будете выбирать, тем интереснее будет нам вас слушать. Приходите к нам. Ждём вас всех в гости. Продолжение следует...